Всем привет, друзья! С вами Артем Деев и компания Markets. Как обещал, сегодня мы поговорим об очень актуальной теме, о том, как коронавирус повлиял на мировую экономику. Специально выбрал такой фонд, чтобы на фоне дождя, мрачных тонов, все прекрасно понимали, насколько серьезная и гнетущая эта тема, и игнорировать ее ни в коем случае не нужно. Повлиял вирус очень сильно. Мировые фондовые площадки за последние две недели растеряли около 15% капитализации, как раз на опасениях, что дальнейшее распространение вируса приведет к тому, что эпидемия перерастет в пандемию и накроет медленным тазом все надежды на стабильный и прогрессирующий рост мирового ОВП. Усугубляет ситуацию отсутствия прецедента. Точнее, они были, но очень давно. Например, вспышка испанского гриппа 1918 года. В 1918 и 1919 годах за 18 месяцев во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек или 30% населения планеты. Умерло тогда около 100 миллионов человек или 5% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных и страшных трагедий в истории человечества. Сегодня на фоне интенсивной глобализации, а также очень развитого транспортного сообщения между странами, география распространения любой инфекции априори увеличивается в разы. Очевидно, что коронавирус затронул все сферы общемирового производства и употребления, а значит обрек мировую экономику на вхождение в период затяжной неопределенности. На текущем этапе негативное воздействие вируса отчетливо прослеживается в следующем, друзья. Во-первых, в резком падении стоимости активов, вызванное паникой и бегством инвесторов из расположения всего, что имеет отношение вообще к проявлению финансового риска. Как было отмечено выше, существенный удар пришелся по фондовым рынкам. S&P потерял около 15% Dow Jones, также 15% Евростокс около 14, а австралийский индекс 11,5. Также стоит отметить итальянский индекс, столкнувшийся с аналогичными потерями, хотя вполне мог бы случиться более выдающимся в нисходящем ралли на фоне того, что Италия фактически стала вторым после материкового Китая и Южной Кореи центром распространения вируса. Теперь немного цифр, друзья. Капитализация мирового фондового рынка в 2019 году превысила 85 триллионов долларов. На прошлой неделе она снизилась в среднем на 10%, потеряв около 9 триллионов долларов. Друзья, возможно, это уже похлеще последствия кризиса восьмого года, когда фондара стеряла около 5 триллионов. Во-вторых, вирус существенно ограничил возможности по перемещению людей и товара. Многие страны временно приостановили авиасообщения с Китаем, с Южной Кореей, с Японией. Подобные ограничения негативно влияют на туризм и сокращают уровень потребления. Помимо этого страдают авиаперевозчики и транспортные компании, сталкиваясь с падением объема перевозок, а также напрямую зависящий от этой прибыли. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, ущерб туристической отрасли от коронавируса может составить порядка 25 миллиардов долларов. Причем это наиболее оптимистичный сценарий, при котором число путешествий китайских туристов по всему миру сократится от 5 до 7%. Однако ущерб может вырасти до 50 миллиардов и даже до 75, если распространение вируса не сумеют остановить в дальнейшем. Что касается последствий для мирового товарооборота, ситуация не менее утручающая. На данный момент китайские компании отложили на неопределенное время сроки поставки продукции Huawei, Xiaomi, Lenovo, а также продукции американской Apple. Автопроизводители Toyota, Honda, а также сеть кофейн Starbucks, часть, правда, уже заработала, но все-таки сообщили о прекращении локальной деятельности. Авиакомпания British Airways отменила все рейсы в Китай. О временном закрытии предприятий в Китае также объявила Samsung. В сухом остатке получается следующее. Потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года превысить 1 триллион юаней или 150 миллиардов долларов. В целом можно сказать, что это порядка 1% ВВП страны. На этом фоне организация экономического сотрудничества и развития понизила прогнозы роста Китая в этом году с 5,7 до 4,9%. Прогноз роста ВВП США 1,9 против 2%, еврозоны 0,81. Рост мировой экономики, друзья, рискует замедлиться с 2,9 до 2,4%. Это оптимистичная оценка. В-третьих, по последствиям, новая эпидемия пневмонии негативно сказалась на товарных рынках, что вполне логично, учитывая колоссальные объемы потребления сырьевых товаров Китаем, а также не менее значительную долю китайского экспорта в мировом товаре оборота. Напомним, что на Китай приходится около 15% всего товарооборота мирового. Хуже всего обстоят дела с нефтью. За последний месяц спрос на нефть только в Китае снизился примерно на 3 миллиона баррелей, что привело к обвалу котировок на 20%. В частности, Brent подешевел с 6,5 до 50%. И это только начало, друзья. Я абсолютно уверен, что на фоне той динамики, которую мы видим сейчас, Brent легко может обвалиться до 45 долларов за баррель. Учитывая, что эпидемию до сих пор не удается локализовать и взять под контроль, ситуация в ближайшие недели может только ухудшиться, что приведет к усилению уже сложившихся ценовых тенденций. Речь идет о повышенном спросе на те финансовые активы, которые всегда характеризовались защитными свойствами, а также о способности сохранять капитал инвесторов в период любого проявления рыночного форс-мажора. Особое место среди них занимают золото и американские облигации, которые сегодня составляют основу каждого консервативного инвестиционного портфеля. Слово сказать, купить эти активы и заработать на росте курса золота, скажем, с целью 1800 долларов за тройскую инсу, а также стоимости казначейских облигаций, не поздно и сейчас. Эти инструменты доступны каждому трейдеру компании Amarkets. Осталось, друзья, только ответить лично себе на вопрос, хотите ли вы заработать на кризисе 2020 года. На этом все. Спасибо за внимание.